Константин Ивлев Константин Ивлев Константин Ивлев В студию достаточно большое количество Кстати, извини, я тебя перебью на секундочку Очень интересный материал Медуза публикует сегодня Как изменились арбузы за последние 350 лет По картинам Малых голландцев У них у многих Изображены арбузы Где-то проскакивают В натюрмортах или в каких-то пейзанских сценах Посмотрите, а сколько они были другие Как в том числе и селекция Абсолютно Вообще арбузы сами все красные Старый арбуз Который не для еды Это как раз разновидность желтого арбуза То есть это селекция Старый арбуз, который не для еды Это разновидность желтого арбуза Да, селекция Селекция из желтого арбуза С крещенной, соответственно, с красным И получился вот такой вот съедобный Я начинаю Нарезать С нарезки Друзья, зайдите на наш сайт И видеотрансляция Это надо видеть Арбузный король Приступай А суши, брат, подходи Давайте я буду рассказать Сейчас мы вскрываем Самый маленький Примерно, по-моему Ну, 3 килограмма, да? Вообще я хочу сказать, что я принес Нет, 4,070 Я даже не стал этикетку отдирать Потому что покупал в одном известном магазине Здесь просто молодцы Здесь написали Краснодарский край Поселок Стрелка То есть это краснодарский арбуз Это не тайский желтый арбуз Это наш арбуз И он достаточно очень хороший Вкусный Сочный Также я сегодня, опять же повторю Я принес Астраханский арбуз Я принес Краснодарский арбуз И азербайджанский арбуз Квадратного арбуза Ты не принес Ну, все же не хотел Побрать денег, все жалко Значит, начнем, как всегда С моего любимого А что же можно приготовить Из арбуза Знаете, из арбуза приготовить можно Много интересного Но самое главное Каску, например Но начинать лучше всего Конечно же Это с сока Потому что это безумно полезный продукт На 100 миллиграмм сока Содержится всего лишь 36 килокалорий Поэтому, уважаемые слушатели Кто следит за собой Фруктоза очень много По почкам Ты же потом не успеваешь бегать А ничего страшного Ребята, желтый арбуз Реально желтый Желтый арбуз Кстати, хочу заметить Чем желтый арбуз Отличается от красного Во-первых, цветом А второе, очень главное преимущество Это в нем мало косточек Реально Да В нем мало косточек Ну вот да Сейчас Константин разрезал его Ровно напополам И я вот Там есть вообще? Ты видишь косточки? Не-не-не Сейчас будут косточки Они где-то должны появиться Поэтому А Таше может не давать Она все-таки Ну как это? Желтенький Это все-таки Кусочек Я ни разу не пробовал Ты будешь смеяться Он по вкусу такой же Как и обычный Слушай, вот знаешь Наш арбуз От тайского желтого Отличается тем Потому что он более ароматный Да Он на самом деле Более ароматный Он более вкусный Ребята, абсолютно желтый А ты сразу есть Я-то сначала в инстаграм выложила Но его не так часто встретишь На самом деле Желтые арбузы И лучше всего Конечно же Очень важный момент Желтые арбузы Так же как и красные арбузы Покупают после 20 июля Все, что находится То есть все те же правила Абсолютно Все, что находится до 20 июля Так гласит всеобщая легенда Я ее подтверждаю Это все не отечественный продукт Это арбузы тайские Это арбузы иранские Это арбузы испанские Это арбузы ЮАР Они имеют место быть Почему бы и нет Но нам-то всегда хочется своего родного Сейчас часть из них будут уничтожать на таможне Я, кстати, хочу вступить в бригаду уничтожителей Прямо сразу А ты как челентана будешь уничтожать? Конечно Ногами Он за лицом заныривается Ну что? Ребята, я должен вам сказать, что в принципе желтый арбуз Ну вот Примерно такой же, как и красный Но он желтый Но он желтый Но он желтый Действительно Так, ну что Ну что ты будешь делать? Слушай, ну я как и заявил Да, то есть давай-ка мы сделаем сок Вот скажи мне только, пожалуйста Из какого мы будем делать? Я все-таки, наверное, астраханский бы оставил Арбуз Классический Он вот, видишь, такой вот хороший Одна из особенностей Ну даже 10 литров сока И сколько там? Мы не будем делать Давай из азербайджанских Давай из азербайджанских Давай из азербайджанских Делаем А я еще, знаешь, наслаждаюсь арбузом Вспоминаю, помнишь, детсадовский анекдот Про печкиные арбузы? Нет Все сидят в простоквашенном арбузе Едят по один печкин ест Он говорит Почему вы не едите по арбузик Почтальон печкой? Он говорит Не могу Ухи пачкает Да-да-да-да Так Кстати, ухи Это же Это просто Это следствие Старинного нашего Метода поедания арбузов Да Вот я просто сейчас Прямо такого от души Современный метод Приготовления арбузного сока Он на самом деле Очень прост Кто не сможет Кто не может это смотреть Все очень просто Возьмите арбуз Там, где есть вот этот вот хвостик Самый знаменитый Попка Нет Попка, подожди Попка это вот это Попка Здесь определяется Здесь определяется Малчик или девочка А вот это все-таки не попка Это хвостик По которому тоже определяется Спелость арбуза А как ты определяешь Мальчик или девочка? Даже я такой опытный В этих делах человек Не всегда определяю По попке арбуза Знаешь, мне не Во-первых, все равно А кто вкуснее? Вот Вкуснее у кого засушенный Хвостик Правильно Засушенный хвостик И хорошая попка Живот растет И хвостик вянет Арбузная болезнь Вот да На самом деле Вот чем хвостик Вот это вот Скажем так В простонародне Пуповинка То есть чем она сушит То это говорит В первую очередь О зрелости Соответственно арбуза Ну постучать надо Чтобы был гулкий звук Это абсолютно Постучать Значит все зависит от сорта Пушать можно Он может хрустеть Значит сахарный Согласен Все зависит еще от сорта арбуза У нас здесь немножко Они удлиненные Это классические А есть соответственно Еще круглые Вот говорят еще о том Говорили точнее Что вот арбуз Должен быть обязательно Правильного размера Он должен быть шарообразный Не нифига На самом деле Это просто есть Некоторые сорта Шарообразные Остальные все таки Арбузы все немножко удлиненные Есть одна особенность Тоже очень важная То место Которым лежит Скажем так Арбуз на земле Оно Так же еще определяется Спелость Оно должно быть очень Желтое Желтое Кать прогреться Так вот Делаем сок Все очень просто Берем арбуз Берем современный Гаджет Вот такой вот Примочку Это называется Погружной блендер Да Любители протертых супов И вот начинаем Так Слушатели наши Могут слышать Дай отпивну Отпивнуть дай Ни капли врагу Тебе надо было Знаешь Какую длинную Длинную Соломинку дать И вот так вот Понимаешь И мы начинаем Работать То есть здесь Мы немножко Становимся Похожи А ты похож на Человека работающего С отбойным молотком Да 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 Я хотел сказать О Ты представляешь сколько Вы знаете Он даже уже вспотел Друзья На сайте www.silver.ru Видеотрансляции Такого бы человека Да на нашей улице Да вот сюда Вот прямо на Динамо Кстати хочу сказать Это очень хороший Значит еще раз говорю Коктейль Это очень хороший Велкам Значит сюда можно Добавить мяты Сюда можно Приходите и вам Велкам дринк 10 килограмм арбуза Жидкого причем А вот если сюда Добавить что-нибудь Такого знаешь Бодряще алкогольного То это вообще Два в одном Прям кранчик Маленький сюда вставил А у меня кстати есть Ну пожалуйста С утра выпил Целый день свопудет Да капнем я Не за рулем Давай Так вот Уважаемые слушатели Мы просто-напросто Берем блендер Ручной блендер И начинаем Все потихонечку Взбивать Слушай у меня есть Висярик маленький Нет ты нормальный Я вот узнаю В конце сезона Что ты тут подготовленный Бутылшка синглолта Кстати В шкафчике моем Висярик нет Ничего Висярик с арбузом идет 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 Слушай с арбузом идет Отметим окончание Окей У меня вот набор джентльмена Рыгбийный мяч Гигантский чупа-чупс И бутылочка висярика Так вот Мы соответственно пробили Что теперь можно Вот смотрите Да то есть Что у нас получилось У нас получилось Просто-напросто Очень хорошая Жидкость Так как мы пробивали Вместе с косточками А косточки можно есть Ничего страшного Они входят и выходят Да Входят и выходят В аппендиксы Давайте я помогу Подожди Нет его можно Прямо отсюда пить Но я думаю Для опущей радости Мы его все-таки Немножко процедим Давайте два мастера Должны работать Кстати хочу сказать Вот сюда можно добавить Например небольшое количество Мяты Либо например небольшое Количество кинзы Что придаст Также очень необычный К этому всему Нет вы думаете друзья Он пошел помогать Константину в бокалы Разливать Нет он взял ложку И прямо ест оттуда А всегда были такие Знаешь пробователи При дворах французских Он ест 36 калорий Понимаешь Ну мы тебе сейчас дадим Сачку Вот А теперь вот помогай Да Вот теперь Вот это вот Конечно А куда мы оставим Оставшуюся Или все процедится Нет слушай Ну нас здесь много Сейчас скоро будет Я помню Я помню значит Первый опыт Отдельной жизни От родителей Вот нам мама Никогда в жизни Не разрешала Есть арбуз Вот так вот ложкой Я первое что сделала Когда начала жить отдельно Пошла Купила себе арбуз И прямо тут же Его ложкой выела Это очень вкусно Да не поверишь Я вот до сих пор Одно из самых моих Вот почитаемых Именно Вариантов еды Только ложкой Только ложкой Я вот по другому Его не могу есть Ножом есть У меня жена его нарезает Еще кусочками Но я всегда начинаю искать Верхушку Понимаешь Попку Да Вот сюда Крышечку Треугольничек Такой Слушай Ребят Сразу совет Не берите Слишком мелкое сито Очень плохо Просеивается Нормально Нормально Вот смотри Вот Один стаканчик Смотри Божественного Витаминного Ну это арбузный сок Ладно Кого ты хотел удивить? Кого ты хотел удивить? Слушай Знаешь А я тебе так скажу Что при всем при этом Все равно Очень большое количество Нормально Все контролируется Контролируем Все контролируется Очень большое количество Все таки не используют Держи Все таки Давай Давай сольем немножечко Подожди Спасибо А что мы А что к цему будем? Давай Ну За конец сезона И за начало арбузного За начало арбузного сезона Друзья Ну что ж Жакарус Что-то доливать не будем? Пусть как-нибудь сам эфир идет дальше На самом деле Но это не все Что можно приготовить Из арбуза Действительно Знаете Вот с учетом того Что это достаточно Очень сладкий Такой вот вкус Он очень хорошо Сочетается Как ни странно С чем С соленым сыром Вот один из Можно вот так обозвать Классических рецептов Например Летнего арбузного салата Мы берем Итак Все уважаемые наши слушатели Записывают Мы берем 300 грамм Мякоти Спелого Сочного арбуза Мы берем 100 грамм Соленого сыра Это может быть Брынза Это может быть Фита Это может быть Какой-то Козий сыр Имеет место быть Ну Это может быть Сулугуни Пусть он будет Именно вот Соленым Мы берем Соответственно Небольшое количество Здесь можно добавить Порядка Пяти Десяти Нет Давайте Десять Маслин 20 грамм Перев Ялтинского лука Красного Красного Да Возьмем с вами Пять грамм Листочков Зеленого базилика Либо фиолетового И 20 грамм Растительного масла Все нарезаем Средним кубиком Чтобы рот радовался Ну чтобы Заходило Очень хорошо Вот Все Господи Чтобы радовался рот Вот ведь это Как много в этой фразе Какая емкая фраза Чем ты Это делаешь Так вот Все это перемешиваем То есть нарезали Укладываем соответственно В глубокую посуду Добавляем все эти ингредиенты Добавляем растительное масло Перемешиваем Салат готов На самом деле Очень хорошая Утоляющая Закуска Салат Скажем так Да То есть в Летний жаркий день Все 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 А я смотрю Ты любишь Вот все время Такое столкновение вкусов Да Которые друг друга Балансируют И Да Знаешь Я вообще Сам по себе Классик Да То есть в кулинарии Ну вот Последние 10 лет Да Мне очень нравится Соединять Соединять несколько эпох Соединять Азию с Европой Соединять русские вкусы Да Вот мне нравится А кстати Вот ты знаешь Что я хотел сегодня Программа начать На самом деле Не с арбузов С новостей этой недели Не знаю Наверняка Юрк Пранько Обсуждал В своем эфире Буквально по-моему В среду она появилась А да Психоделика Красивая Красивая Назвая Психоделика Да О предложении Очередном В Госдуме Кватировать Количество Русских Да Обязательно Должны быть странички Ты знаешь У меня самое простое Можно по-разному относиться Понятно Что это все Клинический идиотизм Но У меня вопрос А что такое русская кухня Слушай Ты у меня спрашиваешь Да Мне просто интересно Ну смотри Для меня в первую очередь Русская кухня Это старая русская кухня Старая русская кухня Та кухня Которая у нас Существовала Скажем так До Великой Отечественной войны Окей Потому что все Что после нее Это называется общепит Ну да Это уже Подкопия рецепта Да Это уже называется Советская кухня Советская кухня Абсолютно А вот все до этого Это было русской кухней И особенности для меня Русской кухни Всегда был Это метод приготовления Соответственно печи Потому что в большей степени Это все готовилось В печах И соответственно Использование посуды Потому что тогда посуда Тоже была такая Своенравная То есть это была глина Там вот тоже Все это запекалось Это придавало Свой шарм Это придавало Свой аромат Ну и конечно же Соответственно Это продукты Кстати хочу сказать Что Многие из которых Уже не существует Половина не существует А все остальное Это сугубо Сезонные продукты Понимаешь Когда идет Например Великий пост То это сушеные грибы Это консервация Это соответственно Крупы и корнеплоды Которые остались Равно как Когда не идет Абсолютно 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 Но у нас очень Мы богаты Соответственно дичью Мы богаты Массой всей этой истории Рыбы Речной Озерной Где вы ее Где рыба Речная Озерная Где перепела Где цесар Все это Где-то похоронилось Под каким-то Слоем Соответственно Импорта 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 Ах Так вот Все так и не такое Что это Извините меня И психодел Да нет На самом деле Психодел Потому что мы Стали больше путешествовать И хотим уже Всего заграничного Докторскую колбасу У СЖ Наверное все забыли Кроме меня А я вот люблю До сих пор Кусочек черного хлеба Мягкого Такого И значит Самое главное Правило в бутерброде Начинка и хлеб Должны быть Одной толщины Вот это Хлеб должен быть тоньше А вот у тебя Я больше люблю Именно колбасы История А вот у нас Мы москвичи Мы вот любим Чтобы вот было Вот я просто знаю По себе И по своим друзьям Когда мы эту всю историю Делаем Взять вот батончик Именно настругать И вот положить на кусок хлеба Лучше всего Бородинского А если сделать еще чаечек Чуть-чуть переслащенным О Да Вкусно 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 Так вот арбузы Да Давай Слушатели пишут Виктор все-таки Увел в сторону гостя От важной темы Как вы Выявить Астраханский арбуз Галина спрашивает Значит Во-первых Да То есть Значит Все записываем Потому что Это очень важно Это очень важно Как определить Астраханский арбуз Итак В первую очередь Астраханские арбузы Как правило Начинаются с веса От 8 до 12 килограмм То есть Астраханского арбуза Меньше Да То есть Кренатеры Абсолютно Почти не бывают Вот как например Краснодарского Да То есть Это обязательно Вот Второй момент Это цвет Как вы видите Да То есть Это не ярко Бутылочный цвет Вот бутылочный цвет А это все-таки Более светлый Да То есть И с явными Белыми прослойками Но самое главное Как мне один раз Человек сказал И посоветовал Я согласен Вы спросите У покупателя Из какого района Астраханской области Соответственно Привезли этот арбуз И теперь Очень внимательно Запишем Есть на самом деле Не такое уж Большое количество Этих областей И так Для того Чтобы съесть Натурально Астраханский арбуз Он должен быть Привезен Из Лиманской области Района Точнее Извините Района Лиманского района Камызякинский район Камызякинский район Янатаевский район Вот три основных Района Скажем так То есть Астраханской области Где производится Непосредственно Это арбузы И последние несколько лет Вот это вот Общество любителей Астраханских арбузов Они еще начинают Приклеивать стикер На арбузы Которые также Якобы подтверждают О том Что это Астраханский арбуз Три области Если называть Что-то другое Прям можно Разворачиваться Можно разворачиваться Уходить Неподалеку Еще есть Конечно же Волгоградская область Сама по себе И где есть Другие районы Такие как Володарский район Красноярский район И Ахтюбинский район Там Которые сами по себе Являются Тоже Красноярский район Волгоградской области Это Забавно Я Доша Что если вы захотите Блескнуть Во время покупки Арбуз Скажите мне пожалуйста Вот из Камызякинского Как мы знаем Камызякинский район Появился На основании Постановления Презюдиума В ЦИК 1925 года Который упразднял Существующего Астраханско-губернии Деление на уезды Волгоградской области Установил административное Деление на районы И сель Я думаю друзья Все запомнили Район Центр район Находится В селе Камызяк В эту волость Входят Началовская Семибургерская И Чаганская Волости бывшего Астраханского Вот на этом я тебя прерву Лезь обратно в шкафчик Доставай А мы вернемся в эфир Через пару минут Яна собственно Пишет А вот в азбуку вкуса Кажется Завезли селекционные Квадратные арбузы Стоимостью около 40 тысяч рублей Правильно Ивлеев зажал сегодня Квадратные арбузы Они как-то по вкусу отвечают Типа закончились Мне всегда лучше Жабут Я не захожу просто в такие магазины Хорошо А квадратные это же какой-то Хитрый Это селекция Японский Ну это на самом деле Просто набраться Когда растет продукт Знаешь как в африканской В квадратную форму Кладут Да Вот как африканские племя Есть там длинные шеи То есть короткие руки Там горбатые какие-то Их там в кувшин положили Они подкармливают их И они вот потом становятся Крючком такие Китайские девочки С арбузами Все то же самое За исключением Астраханского Итак я предлагаю Вот может быть Слушатели услышат Давай Вот это вот арбузян Ты хочешь его потрогать Это настоящий Я сам потрогаю Я вот никогда не ошибаюсь Не урони только никуда Тяжелый собак Вот это настоящий Астраханский арбуз Хороший Кстати плотный такой Плотный Косточки Должны быть Слегка полый Резонирующий Значит Значит еще не подгнивает Корка Корка сама по себе Должна быть тоненькая Да то есть и большое количество Соответственно сахарной Вот этой вот Мякоти Кстати хочу сказать Что есть арбузы Вырежи попочку На по-человечески Что ты сразу Ты сделал треугольничек Сверху Давай его Попробуем Попробуем Вот кто-то делает Треугольники А я всегда люблю Делать квадратики Ну это Ну не знаю Просто чтобы быть Не таким как Кстати Хочу сказать Что сортов арбуза Очень много На самом деле Существует порядка Около 1200 сортов Из них все-таки В пищу в большей степени Используется меньше В России порядка 30 И хочется мне рассказать Об одном сорте Который называется Холодок Он здесь не представлен Вот Это арбуз Который очень хорошо И долго хранится Вот смотри Видишь Ты режешь квадратный И у тебя плохо вынимается Какой красавец Я тебе Чего ты Дай мне шриф Отдай сюда Давайте на всех Я думаю Что все любят Прямо сахар Заканчиваем В этом часе Бом Не ешь Сынки Я не тебе Дашенька Это мне Ребята Так вот Мне хочется сказать о том Что Большое количество арбузов На самом деле Не так долго и хранится Не больше 6 дней И потом они уже начинают Бродить внутри Так вот Есть один сорт Астраканского арбуза Который называется Холодок Это сорт Который сам по себе Очень хорошо И долго хранится От 3 до 4 месяцев Знаешь У меня один товарищ Всегда в августе В сентябре Покупал большое количество Арбузов Стас привет Я всегда говорил Стас зачем Он говорит Слушай Мне всегда хочется Так приятно Сделать сыну Зимой съесть арбуз Я ему не верил А потом начал Экспериментировать Нашел этот холодок И реально Арбуз лежит 3-4 месяца Ему ничего Не будет И зимой Можно себя полакомить Не надо обязательно Покупать тайские Иранские Испанские арбузы А можно просто Наш хороший арбуз Взять И соответственно Использовать Кушать И получается А где их А условия хранения Условия хранения Это темное Прокладное место Это любая кладовка Это может иметь Место быть на балкон Не надо стоять Потому что там Постоянные перепадки Температуры Лучше между кухней И ванной Куда-нибудь заложить Растят Вот такие вот холодки Наши-наши Астраханские арбузы Просто это сам по себе Сорт такой Вообще Ими не завалено В прилавке Ими завалено Просто на самом деле Самая большая беда Заключается в том Что мы многие Не знаем Тот или иной сорт А я тебе говорю Сортов на самом деле Достаточно большое количество И как я в начале Программы говорил Они бывают красные Удлиненные Вытянутые То есть приплющенные А сами по себе Они очень большое количество Названий Арбузы как люди Арбузы как люди Абсолютно Такие сорта Как варда Атаман Топ-пан Все эти арбузы Это позывные Позывные ДНС Слушатель Виктор из Москвы Явно пропустил Начало этого часа Пишет Видел в магазине Арбуз с желтой мякотью Что это Виктор Видеотрансляция На сайте www.esilver.ru Вот он лежит у нас Это все то же самое Что и обычное И только в два раза дороже Вот и все Не мучайте Абсолютно Ну и как всегда Небольшой рецепт Все-таки с арбузом Как уже Как всегда еще Нигде не отпускай А я еще Слушай У меня еще столько рецептов Давай У меня же понимаешь Я всегда говорю У повара Голова у повара Это библиотека вкусов И рецептов Мы постоянно их генерируем Туда-сюда Так вот Как ты и заметил Немножко азиатчины добавим Но все-таки вкусно Вкусно Знаешь продается Такой вот соус Для курицы Который называется Sweet chili sauce Он такой красноватый Вкусный Да есть такой Это как майонез На что ни намажь Все вкусно Все очень вкусно Так вот Мы берем Две столовые ложки Этого соуса Он из перца чили сделал Ну там И в том числе Он такой мягкий Он мягкий Да Он такой прозрачный Он такой прозрачный Да Он такой прозрачный Потому что он состоит Все-таки на основе крахмала Это затягивается масса Что в тайской кухне Все очень Свит chili sauce Свит chili sauce Две столовые ложки Две столовые ложки Кунжутного масла Так Пять грамм Кинзы мелко нарезанной Три грамма Зеленого лука Мелко нарезанной Все очень хорошо Смешиваем Берем Нарезаем Арбуз Как всегда Кусочками Которые Опс Входят Очень просто Куда они входят В рот они входят А в рот Я забыл Как твое главное правило Как оно звучит Чтоб влезало в рот Так вот Нарезаем значит Арбуз Лучше всего Использовать орешки кешью Жареные орешки кешью Ибо жареные солью кешью А как ты режешь Кстати арбуз Это же целая история А ты вот прослушал Я на самом деле Арбуз не режу Я его просто Отрезаю пополам Беру ложку И начинаю есть Но Если я делаю это В ресторации В ресторации Я его режу на 4 части На такие большие дольки Потом кладу И начинаю Как колбасу Вот так вот резать И как колбаску нарезаешь И как колбаску нарезаешь Подрезаешь снизу И он выпадает Если арбуз Если арбуз Очень круглый Очень круглый То тогда я все-таки Люблю Вот эти вот Прекрасные картинки Я беру нож И начинаю его резать Такими дольками Чтобы потом в конце Он такой И раскрылся Как роза Так вот Значит Мы берем Арбуз Нарезанный кусочками Мы берем Наш соус Который мы сложили И мы берем На самом деле 20 грамм Жареного орешка Кешью Укладываем все в тарелку Заливаем соусом Все перемешиваем И сверху еще украшаем Буквально Нескими лепестками Свежие кинзы Вот такая вот Закусочка Вот такой вот салатик готов Очень вкусно Это подо что? А это не под что Это просто Это для души Это под солнце Под лето Под грядки Вот просто Под хорошее На самом деле настроение Вот здесь вот просто Здесь самое главное Понимаешь Арбуз он настолько уникален Что его не надо Слишком сильно забивать Какими-то продуктами А можно ли вот сделать Мне все-таки Твой первый салат С сыром С сыром Понравился больше Да А потому что Арбуз Жареный сулугуни И например Какой-нибудь Кунжутное сей Или какие-то Тоже такие Можно туда Семечек насыпать Ну кунжутное Можно использовать Тыквенные семечки Тыквенные Тыквенные Все верно Ну все тыквенные Да Нейтральные Вот это бы Очень делисью И ты сказал Что в принципе Вот как ты любишь делать Ты остальную Половинку арбуза Ты сохраняешь Блендером Ее вымалываешь До жидкого состояния Заливаешь туда Что-то вкусненькое По настроению По погоде Так сказать И перемешиваешь И льда туда И целый день Ты ходишь С огромным Дестилитровым Персональным коктейлем Как с кокосом Трубку туда вставил Да И ходишь И улыбаешься Ну а почему бы и нет Да И Ну что Еще один маленький Детский рецепт Детский рецепт Да То есть очень вкусный Все-таки Арбуз Это большое количество воды Поэтому мы просто Лучше всего взять Любую формочку И нужны конечно же Деревянные ложечки Но у многих дома Они есть Можно бэк вот этот Сейчас подожди Секунду Давай Сейчас бэк Так вот Мы сделаем Просто-напросто Своё домашнее Мороженое Из арбуза И так Повторяюсь Нужна какая-то формочка Сейчас очень много Силиконовых формочек То есть в магазинах Разнообразных Физбэк закончился Мы берем Все-таки Лучше всего Можно взять Деревянную Шпажечку Которых тоже Очень много Так вот Мы берем 200 грамм Мякоти Арбуза Хорошего Лучше всего Конечно же Отделить От косточек От косточек Просто ножом отделить Складываем все В миску И туда Выливаем Простой Йогурт 100 грамм Классического Йогурта Если кто-то Любит с какими-то Вкусами Можно добавить Но лучше всего Взять клубнику Лучше взять клубнику Не надо брать чернику Они не очень хорошо Так сами по себе Сочетаются Клубничный йогурт Либо классический Очень хорошо Так вот Все пробиваем Заливаем формочки Ставим Соответственно Палочку В эту массу И в морозилку Через час У нас домашнее мороженое Из арбуза И йогурта Готов Очень хорошо У меня так сын любит делать Потом Открывает И вот ходит И все Есть Что Перерыв Друзья Мы пойдем Поедим Пожалуй Арбузов Я еще раз напомню Видеотрансляция На сайте www.silver.ru Там же появятся Все рецепты Ваши вопросы И сообщения Отправляйте на наш СМС-портал Скоро продолжим С приветом Набутов Среда вкуса С Константином Ивлевым Какой-то набор фамилий Сейчас с нами есть Дарья Гордеева Доброе утро Слушайте Пишут Во-первых Спрашивают про варенье Из арбузов Вкусно ли это Знаешь А что еще спрашиваешь На что-то одно Ну и вспоминают Соленый арбуз С черным хлебом Я только хотел Как раз об этом сказать Это самый Нелюбимый мой продукт Поэтому рассказывать Про него не буду Не знаю Просто в нем Каких-то тонкостей Это было Очень много лет Тому назад Когда я по осени шел И вижу Папа стоит И у него в руках арбуз Я был такой радостный Знаешь Подбегаю Хрязь А он моченый И меня это вот Отбило Да Отбило Вообще на все Даже не рассказывай Не порти нам день Расскажи про варенье А что касается варенья Не из всех сортов Арбуза делают На самом деле варенье Потому что Опять же повторюсь Это как фуа-гра Честно То есть вода Ты будешь его топить Даже как и фуа-гра на сковороде Превратиться Поэтому делают Но там определенные сорта И лучше всего Используют сорта Которые скрещивают с тыквой У них вот текстура Да То есть чуть другая Поэтому они более плотные Они плотнее И делают Но на самом деле Нет Ну не надо Варенье из черной смородины Из вишни Из кружевника Вот что надо есть Из абрикосов Из персиков А этот продукт Надо есть Прямо руками Абсолютно Свежий Прямо утопая по уши Вот абсолютно С тобой согласен Чмачавкать И поэтому он в кулинарии Не так-то уж и развит Понимаешь Вот сейчас я еще Последний один Рецептик дам Да То есть без импортозамечения Но в целом Это все-таки Тигровые креветки Которые наши люди полюбили Если у вас нет Тигровых креветок Берем классические Пивные розовые креветки Их соответственно Очищаем Итак 200 грамм мякоти арбуза 100 грамм креветок Если мы берем пивные Значит их отвариваем Если мы берем тигровые Значит мы их обжариваем До готовности Построчите туда Одну редиску Потому что редиска Она в салат Ну в миску То есть мы складываем в миску Арбуз как всегда нарезаем Мелкие Абсолютно Да То есть креветки Мы туда стругаем Редиску Потому что редиска Сладкая Она сладко Пряная Да Она сладко пряная И у всех у нас есть Я уже уверен В холодильнике Как майонез И столовая горчица У всех есть густой бальзамик Это вот выпаренный бальзамик С карамелью Конечно Густой Который также можно просто взять Даже на кусок хлеба Намазать и съесть Вот Значит Редиска Арбуз Добавляем Половина хорошего помидора Бычье сердце Красное с красным Также где-то порядка 200 грамм Все это нарезаем Креветки Редиска Красный ялтинский лук Опять же добавляем Салат московский Спартак А не мясные Нет Это хорошо Не получается Добавляем соответственно туда креветок Добавляем небольшое количество Прям вот густого бальзамика И все перемешиваем Бальзамик сыграет свою роль Он сделает гранатовый цвет Такой понимаешь Рубин он сделает Это Барселона А это Рубин Поздравляем Эти футболистов Рубина С вчерашней победой В Лиге Европы Все перемешиваем Выкладываем соответственно В тарелку И пару листочков Свежего зеленого базилика Все Бомба ставил на самом деле Все Не надо ничего большого Бомба ставила Да и все Спасибо большое Всегда рад Константин Ивреев Наш большой друг Великолепный мастер Шеф Многих известных И огромного количества неизвестных Судя по количеству арбузов Кормилец наш Кстати говоря Мы Я в сентябре Начинаю лично Ходить Константину в школу Да С удовольствием Там буду я И рублевские жены Про которых он Очень интересно Рассказывает Буду смотреть на них А они будут готовить Все Всем спасибо Да Уважаем нашим Слушателям Конечно же Вкусных Качественных Отечественных Фермерских продуктов И чтобы лето не заканчивалось Все Всем до новых встреч До следующего сезона Пока-пока До сентября Пока-пока Идем в школу А мы друзья Продолжаем эфир Виктор Набутов Дарья Гордеева Слушай давай я какую-нибудь Сейчас коротенькую песню Поставлю Песню портить 30 секунд А вот арбуз Давай-давай Я буду есть арбуз А ты делаешь что хочешь